Позор! 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 Участники движения «Ноты Серп» в очередной раз пытались сорвать награждение победителей конкурса исторических исследований, который проводит Международное общество мемориал среди старшеклассников. Позор! Позор! В истории! Такие взрослые, такие дуракли. У них вся работа связана с тем, что Россия должна каяться перед фашистами за то, что победила их. Члены национально-освободительного движения встали у хода в театр у Никитских ворот, где проходила церемония, выкрикивали оскорбления в адрес сотрудников мемориала, раздавали газеты. Правда, которая от нас рвает. Россия начала сбор в подписи по отмене колоняния в цитатике института. Сама организация мемориал работает на деньги с запада. Если это деньги с запада, у меня сразу возникает аллергия. Проплачено западом. Каким же западом они проплачены, если это финансируется в основном фондом Михаила Прохорова. Или Михаил Дмитриевич у нас представляет запад. Ну, есть разные точки зрения. Просто те люди, которые сегодня собрали здесь перед входом, все-таки, если они устраивают публичное мероприятие, они должны согласовать это с местными властями. Несогласованная акция длилась около часа. Потом ее участников задержала полиция. Они не имеют ни малейшего понятия о том, чем занимается мемориал. Они никогда не были в мемориале, никогда ничего не читали. Мы их видим раз в год. Они приходят, ряженые, кричат свои заклинания. Мне кажется, что мы уже даже более-менее к ним привыкли. За сколько? За годы? За четыре. На церемонию награждения в Москву приехали авторы лучших работ. Школьники из 24 регионов России. Детей интересует история. По-прежнему они стараются понять это сами. Вот не прочесть учебники, а каким-то образом узнать от непосредственных свидетелей или из архивов. В этот раз жюри рассмотрело более 1600 работ школьников. В конкурсе участвовало много детей из малых городов и деревень. Лауреаты третьей премии. Дмитрий Вторыгин, Илья Хабаров. Свердловская область. Город Полевской. Сотрудник Международного мемориала Никита Ломакин проводил первоначальный отбор участников. Прочитал около 60 исследований и отмечает, что их уровень вырос по сравнению с предыдущими годами. Я предпочитаю работы, которые связаны с человеком малой родины. Это краеведческие, когда люди изучают здания, среду вокруг которых они существуют. Мы копали с парнями в пришкольную территорию и нашли деревянный крест. И выяснили, что этот крест был с церкви, которая была снесена. И дальше начинается вся эта история. И, конечно, это прямо уже... И ты все, и ты уже весь в этой работе. Моя работа о моем прадеде, участнике Первой мировой войны. Он стал одним из восьми миллионов военнопленных. История моего прадеда. Как он вместе с его отцом был раскулачен и выслан в Сибирь. Но в той деревне, откуда их выслали, оставалась его любимая женщина и маленькие дети. Бежать из лагеря было практически невозможно, но мой прадед сделал это. Лучшие исследования школьников войдут в очередной сборник мемориала. Вышло уже 25 таких книг на разных языках. Патриотизм заключается в том, чтобы знать историю своей страны, а не выдумывать ее и потом наблюдать, как эта придуманная история рушится. Это самое трагическое, что может быть в истории страны, когда рушатся созданные миры.